Всем привет! Меня зовут Вика и я рада приветствовать вас на своем канале. Переходим к самому интересному, это ежедневники на следующий год. И пожалуй начну с главного. Я нашла вот такой вот планер. Он безумно тонкий, небольшой. Это формат А5, то есть его спокойно можно возить с собой даже в дамской сумочке маленькой. Самое крутое, что он на целый год. И он уже датированный. Что мне безумно нравилось, это то, что здесь есть на странице. Обзор на неделю, я так вижу сразу свою загруженность и мне легче планировать. Здесь так вообще на развороте две недели. И я думаю это очень круто, но здесь все-таки очень мало места, особенно при моей привычке расписывать все до мелочей. Но я смогу этот ежедневник возить каждый день с собой и ничего не забывать. Кроме такого планера я нашла еще не датированный еженедельник. И здесь на развороте одна неделя. Здесь гораздо больше места и можно поделить пополам страницу и писать вообще все, что угодно. Я думаю, что его тоже буду использовать. Ну, например, будет у меня как настольный такой ежедневник. Не знаю, может быть подготовка к защите диплома или еще какие-то такие тематические вещи. Плюс еще нашла вот такой ежедневник. И здесь именно для загруженных дней. Я очень долгое время ввела Google календарь и расписывала все прям поминутно практически. Это очень удобно, но сейчас мне такой формат не подходит, потому что мне очень сложно рассчитать время, сколько буду монтировать тот или иной ролик. А вот такой ежедневник я хочу использовать на время сессии или каких-то дней, когда мне все расписано по часам. Здесь можно поставить дату, написать мотивацию на весь день. Я бы здесь писала бы дело на день, который нужно сделать обязательно, вообще самое главное. Здесь именно расписание дел. Да, очень, думаю, будет удобно написать расписание сессии. И, может быть, тогда после этого будет идти на съемки или еще какие-то встречи. Мое настроение и хэштег этого дня, фраза дня. Тут очень тоже такие полезные вещи для осознания. И очень удобно, что здесь есть даже страничка для заметок. Клеточку и глинеечку. И выписать по ходу дела какие-то заметки, я думаю, тоже будет очень удобно. Не знаю, на сколько он рассчитан, но я буду его вести только именно в загруженный период. И из таких мобильных ежедневников я нашла вот такие вот очень малюсенькие планеры. Я купила и папку, потому что я совершенно не смогла выбрать, какой мне больше нравится. Вот лично с этого счастья каждый день. Здесь очень красивые, красочные развороты. И вот так вот на 12 месяцев, в конце есть календарный, здесь 19-й год, 17-й. Для заметок даже есть страничка. Вот он очень красочный и красивый. А вот этот с ежиком, он, конечно, не менее прикольный. Но здесь больше места для того, чтобы писать свои какие-то дела. И даже вот здесь можно выписать, наверное, какие-то основные дела на месяц. В плане планирования, конечно, удобно вот это. У кого много дел и так далее. У кого их не много, или они заполняют ежедневник просто для красоты. Но, наверное, вот это подойдет гораздо больше. Да, здесь есть приятные цитатки. Я всегда готовлюсь к лучшему, мне друг друга не надо. Очень милый ежик. Вообще, очень милые иллюстрации, что в том, что в другом ежедневнике. И здесь, давайте мы пересчитаем. Если тебе улыбнулось счастье, не забудь улыбнуться в ответ. Не знаю, это очень мило. И я думаю, постараюсь вносить его с собой. Даже если я его не буду пользоваться им, то он безумно красивый. Я буду вдохновляться. Из настольных планеров я еще купила вот такой вот большой. Он не датированный. И я думаю, это достаточно удобно. По-моему, в магазине были такие еще и маленькие. Но я решила, что именно разворот на месяц мне нужен такой настольный большой. Сюда я буду выписывать какие-то основные моменты. Опять же, как говорила, сессия. Какие-то встречи и дела по работе. Именно, чтобы увидеть основные дела на день. Безумно круто, мне кажется. Даже вот такие странички, такие вот какие-то заметки. И еще на Алиэкспрессе я заказала такой календарь. Уже второй год заказываю. Немножко помялся в дороге. Но ничего страшного. Это вот такой настенный календарь на целый год. Я сюда тоже выпишу какие-то основные моменты. Дни рождения. Может, какие-то поездки. У меня предстоят вкус экзамена, защита диплома. Поэтому какие-то основные даты мне будет очень важно выписывать. Чтобы они всегда были на виду. Здесь, конечно, неудобно то, что начинается неделя с воскресенья. Ну и обычно... А, да, кстати. И вот в этом ежедневнике неделя тоже начинается с воскресенья. Но я совершенно не обращаю на это внимания. И просто у меня это понедельник, флорик, среда и так далее. Я видела то, что ребята делают здесь после воскресенья, здесь понедельник, когда возвращаются. Но мне кажется, это неудобно. И просто вот идти по порядку гораздо лучше. Ну, может, здесь, конечно же, точно так же я сделаю. Буду просто начинать неделю с понедельника. Я уже очень жду моментов, когда я их начну все заполнять. Пишите в комментариях, пользуетесь ли вы ежедневниками. Какая система планирования вам удобна. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!